Здравствуйте, друзья! Хотел интересным наблюдением поделиться. Вот я заметил, что год назад, когда началась война в Украине, все внимание очень большого количества людей было приковано к событиям, собственно, и я не исключение. И помню, как там Фейгина с Арестовичем там ни одного дня не пропускали, все смотрели, смотрели, там еще какие-то люди, мы все смотрели, смотрели. И трафик на нашем канале, ну мы такие не военные, у нас позиция такая ярко выраженная, но тем не менее мы не то, что там обсуждаем много в эти темы. И трафик снизился, ну, раза в два. Вот раза в два стало меньше просмотров за месяц. Ну там было там, скажем, 800 тысяч, иногда миллион, а сейчас там 400-450, вот такого плана. И так вот в течение года так примерно держалось, а сейчас смотрю последнюю неделю, может быть, опять что-то такое пошло, и вот примерно на том уровне, что было до войны. Вот неделю. И я смотрю, что мои собственные зрительские, так сказать, привычки тоже в этом тренде как бы присутствуют, потому что я не могу уже больше смотреть то, что там про войну и вот вокруг войны в таких количествах, как раньше. То есть я посматриваю, но если раньше я мог посмотреть там 3-4 сюжета, там несколько человек и так далее, но сейчас я посмотрю, ну вот того же там Фегина с Арестовичем посмотрю, да. Они сейчас не так часто выступают, но я хочу сказать, что смотрю я, даже близко нет того интереса, который был раньше. Ну то есть они что-то такое обсуждают, и как-то скучно. Ну вот я занимаюсь какими-то другими делами, она что-то там такое говорит, то есть раньше я сидел вот так и в экран, а сейчас где-то там каким-то фоном. Дело не в том, что мой интерес снизился, а дело в том, что им рассказать особо не о чем, понимаете? Все, что они могли сказать, они сказали. Когда-то я смотрел там Пиантковского, но я больше не могу. То есть он настолько, так сказать, ну в себе, да, то есть вот человек, который там говорит и говорит, но просто слишком много Пиантковского как бы не заходит, да. Получается, что если поначалу был такой всплеск, и он как-то держался, но еще события же были, понимаете? Тут захватили тут, захватили там, отбили тут, отбили здесь, обстреляли в Крыму, там, я не знаю, ну что-то происходило. Тут мобилизация, понимаете? Нет событий таких вот, как бы, знаете, как это там? На Западном фронте без перемен, да, у Ремарка, книжка называется. На Западном фронте без перемен. Ну и вот так каждый день там ничего существенного на фронте не происходило. И вот каждый день ничего существенного не происходило. И дальше опять вот тут они нападают, там мы им, значит, вешаем люлей, туда-сюда. Практически ничего не произошло. И вот это, ну, то есть это можно слушать. Ну, допустим, если раз в неделю еще можно, то, скажем, раз в день точно нельзя. Уже никуда. И у меня вот эта усталость новостная произошла, ну, может быть, уже месяц-два. Вот, но на нашем канале, я смотрю, вот неделя, вот проходит неделя, я чувствую, что как-то вот отхлынуло, наверное, оттуда, потому что чего вдруг-то? Я тот же, значит, то же самое рассказываю. Было время, когда вообще не было интернета, вы понимаете. Я-то хорошо помню, кстати. А потом было время, когда интернет был, а Ютуба не было. Он где-то году в 2005-м только появился. Ютуб пока только, значит, раскрутился, тоже время прошло. Вот у меня первый мой канал, самый древний, он 2008-го года. Представляете, Ютубу было три года, у меня вот есть канал 2008-го года, а потом 2009-го, там, я несколько. Но так, чтобы вот Ютуб вошел, как бы, так широко в жизнь, как у Маяковского, да, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима, вот так Ютуб вошел где-нибудь лет 10 назад. Все это время, от момента возникновения интернета, как мы его знаем сегодня, как мы его знаем сегодня, ну вот, каждый зашел, подключился, браузер, да, и пошел. Вот в таком виде он существует года, ну, скажем, с 95-го. Вот с августа где-то там 95-го, ну, сколько прошло? Тоже ужас какой, неужели так много лет прошло? Да, 27 лет. Ну, хорошо, 28, скоро. И вот, значит, количество людей, подключавшихся к интернету, имеющих доступ к интернету, так скажем, постоянно росло. Сначала там какие-то страны, вот, там, США, там, Западная Европа, потом там Африка подтянулась, там, Китай и так далее, и так далее. То есть количество зрителей росло, 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 росло. Соответственно, значит, предложения было немного, кстати. Вот я помню, когда я начал наш канал, ну, в таком вот виде, как он сейчас существует, так как активный такой канал, это было в 13-м году где-то. В 13-м? В 12-м. В ноябре 12-го года я сказал себе, все, занимаемся всерьез, значит, делаем видео, делаем программу, делаем там чего. Это был где-то ноябрь 12-го года. Вот 10 лет назад, вот 10 лет назад, если вы пошли бы в русскоязычный сегмент интернета и сказали бы, что там у нас есть про Америку, там было, ну, буквально 3-4 человека. Вот 3-4 человека. Там была Флорида, Ялта, ныне здравствующая, привет ей передаем, значит, Людмиле. Там был, ну, кто там был, там был Юрий Моша, которому потом этот канал закрыли, но он как бы до сих пор там где-то, вот он там был, этот Моша. Потом была такая девочка армянская, у меня имя вылетело, здесь у нас, жила вот тут недалеко. Вот. У нее не было большого канала, ну, то есть в то время, например, 4-5 тысяч подписчиков, это уже был человек, которого знали все, понимаете? Вот. Ну, и я вот так тоже начал этим заниматься. У меня было 1600 подписчиков, 1600. Просто они как-то так исторически сами там наподписывались, потому что я вывешивал туда видео, на которые давал ссылки с форума «Говорим про вес». Мне просто нужно было где-то хранить. И вот там своим кодом там 1600 человек, я даже не понял, что за подписчики и зачем они подписываются. Но тем не менее. И вот мы начались там 1600, через полгода я поехал в Киев на эту самую стартап-неделю, или как она там называлась. У меня уже было 10 тысяч, потом осенью, там, ну, через год после, значит, уже было 20 тысяч. То есть в то время, вы знаете, вот скажем, у Флориды, Ялты было 15 тысяч, а у меня было там, я не знаю, там 8 или 9. Вот, и я, блин, 15 тысяч, то есть есть о чем мечтать, есть куда расти. Понимаете, вот такое было время. И это время было, ну, грубо даже, даже не 10 лет назад, ну, 10, 9, 8, там, и так далее. То есть я к чему рассказываю, что предложения было так мало, что, ну, и спрос был никакой. Ну, что такое 15 тысяч подписчиков на канале, где больше всего подписчиков, понимаете? То есть это говорит о том, вот показывает вам, насколько мало было интереса и насколько мало было предложения. Хвастович, по-моему, был, Александр, вот там, как-то Америка для успешных, тогда у него это называлось. По-моему, Юра был из, сейчас, да, из Индианы. Ну, вот такого плана, немного совсем, ну, буквально там, ну, 5 человек. И, значит, посмотрите, что сегодня творится. То есть, конечно, в какое-то время там росло, росло, росло количество людей, которые пришли. Ну, допустим, их стало больше, там, я не знаю, в 5 раз, а предложение стало больше в 125 раз. Вот, поэтому у нас сейчас не растет, например, так количество подписчиков, как раньше, там, нам могло быть, там, 40 тысяч за год, там, не знаю, там, 25, 35 и так далее. Сейчас так, хорошо, если десятка там. Ну, то есть, очень много предложения, и фактически мы все, как бы, конкурируем друг с другом. Каждый, каждый из каждым, не в том смысле, что там, контент даже лучше, а в том смысле, что время людей ограничено. Вот есть некий объем времени, который люди могут потратить, и вот война, бах, сдвинулась, там, в сторону войны. Вот, смотришь, там, Фейгин, там, 2 миллиона подписчиков, там, за несколько месяцев. Вот, ну, потому что, а было там, может, у него, не знаю, там, 300 тысяч, а вдруг, там, через 3 месяца миллион, там, еще сколько-то времени, уже 2 миллиона. Ну, потому что, вот, в том, в тот сегмент. Но, у него не растет практически количество подписчиков, ну, я бы сказал, последние месяца 4-5, вообще не растет. Ну, растет, ну, на копеечки маленькие, совсем незаметненько растет. Вот, поэтому, я думаю, друзья, что у нас еще, через, глядишь, там, месячишко, а может, и раньше, мы не знаем, когда, и не знаем, как это произойдет. Но, как бы, все ждут, вот так же, как ждали, ну, что там сейчас будет за наступление такое с российской стороны, сейчас, как бы, ждут, ну, что там сейчас будет за контрнаступление с украинской стороны. И, я думаю, что, вот, в этом плане, если это наступление пойдет, и так вот, как все ждут, и так далее, и так далее, так хорошо, так пойдет, снова сдвинется в сторону новостей, появятся новости, понимаете, не обсуждение, не поймешь там чего, обсасывание того же леденца, который уже обсосанный весь, вот, а все-таки что-то такое реально новостное. Так что, вот, делюсь соображениями, так вот, из прошлого, из настоящего, и будем надеяться, что и из будущего. Счастливо!